Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с мамой решили приготовить, наверное, всеми известное и многими любимое блюдо, селедку под шубой. Существует много разных вариантов приготовления, но я покажу, как это блюдо готовим мы. Количество нужных ингредиентов вы увидите в описании под видео. В первую очередь нужно отварить до готовности овощи. В это время мы можем очистить рыбу, порезать на маленькие кусочки. Лук, если вы не хотите, чтобы чувствовался запах в салате, мы можем замариновать. Я залила его кипятком, добавила 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку уксуса. Итак, овощи у меня уже сварились, это заняло примерно полчаса. Теперь нужно их очистить от кожуры и будем натирать на средней терке. В отдельной посуде нам нужно смешать рыбу с луком и заправить майонезом. Я решила использовать два разных блюда для подачи. На дно посуды выкладываем картофель, сверху нужно смазать майонезом. Следующим слоем идет рыба. Теперь выкладываем морковь и также немного смазываем майонезом. Теперь выкладываю маринованные огурцы. Перед этим я их нарезала на мелкие кубики. Также можете использовать свежий огурец. Я решила добавить и тот, и тот. Итак, последний этап мы выкладываем свеклу. Сверху еще обязательно нужно смазать майонезом. Если вы готовите для праздничного стола, можно еще украсить салат. Это может быть любая зелень или любые фигурки из овощей. Для встречи гостей или для любого праздничного стола лучше использовать вот такие вот специальные формы. Так салат будет выглядеть красиво, оригинально, необычно и очень нарядно. Вот смотрите, какая красота получилась. Я украсила. Внутри форму я смазала подсолнечным маслом. Вот так красиво, оригинально и очень вкусно. Вашим гостям обязательно понравится. Спасибо большое за просмотр. Пишите ваши комментарии. Напишите, как готовите вы этот салат. Подписывайтесь на мой канал, мы будем готовить вместе. Всем пока и до скорой встречи в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал.